Здравствуйте! Сейчас разберем генетическая связь между отдельными классами неорганических соединений. Эта таблица большая, помогающая запомнить и понять химические свойства, способы получения солей. Вот в этой таблице все отражено. Смотрим. Вещества, вступающие в реакцию. Дальше. С чем они вступают? Не металлы, а дальше 4 класса неорганических соединений. Кислотные оксиды, основные оксиды, кислоты, соли. И вода. Металлы взаимодействуют с неметаллами. Приведены 3 реакции, но не обязательно их всех запоминать. Можно запомнить одну реакцию, но мы уже ее писали в предыдущей лекции. И можно запомнить и 3, или своих придумать. Ну, например, 2 на 3 плюс хлор 2, получается 2 на 3 хлор, соль. Феррум плюс сера, получается феррум соль. 2 магний плюс О2, получается оксид магния 2 магний О. Теперь металлы взаимодействуют с кислотными оксидами. Магний плюс силициум О2, кислотный оксид, получается основной оксид 2 магний О, плюс кремний силициум. Основные оксиды с неметаллами не взаимодействуют. Основные оксиды с кислотными оксидами взаимодействуют. Кальций О плюс СО2, получается кальций СО3, соль. Щелочи с неметаллами взаимодействуют. Эта реакция уже приведена в способах получения солей. 2 калий ОН плюс хлор 2, получается соль калий Хлор О, плюс калий Хлор и плюс вода. Щелочи с кислотными оксидами взаимодействуют. Кальций ОН дважды плюс СО2, получается кальций СО3 и вода. Еще раз напоминаю, почему кальций СО3, потому что СО2 оксиду соответствует кислота Н2СО3, поэтому и кальций СО3. Нерастворимые основания с неметаллами не взаимодействуют. Нерастворимые основания с кислотными оксидами взаимодействуют. Купрум ОН дважды, смотрите по таблице Менделеева, нерастворимые основания. Плюс СО3, получается Купрум СО4, плюс вода. Еще раз, почему СО4? Потому что кислотному оксиду СО3 соответствует кислота Н2СО4. Соли с неметаллами не взаимодействуют. Соли с кислотными оксидами взаимодействуют. Купрум СО3, плюс силициум О2, получается Купрум СО3, плюс СО2, стрелочка вверх, газ. Вода взаимодействует с неметаллами. 2Н2О, плюс 2Х2, получается 4Н2, плюс О2. Эта реакция идет, когда идет хлорирование воды. С кислотным оксидом взаимодействует вода Н2О, плюс СО3, получается серная кислота Н2СО4. Рассмотрим вторую половину данной таблицы. Вещества, вступающие в реакцию с кислотой, с солью и с водой. Металлы с кислотой. Цинкум, плюс 2Х-хлор, получается цинкум-хлор 2, плюс H2, стрелочка вверх. С солями. Железо, феррум, плюс Купрум СО4, получается феррум СО4, плюс Купрум, стрелочка вниз, потому что выпадает в осадок. С водой. Это щелочные и щелочноземельные металлы. 2Н3, плюс 2Н2О, получается 2Н3ОН, плюс H2, стрелочка вверх. Основные оксиды с кислотами. Купрум О, плюс 2Н2О, получается Купрум-хлор 2, плюс вода. С солями. Основные оксиды не взаимодействуют. Основные оксиды с водой взаимодействуют. Натрий 2О, плюс H2О, получается натрий-ОН, щелочь натрия. Щелочи взаимодействуют с кислотами. Натрий-ОН, плюс H4, получается натрий-хлор, плюс H2О. Щелочи взаимодействуют с солями. Натрий-ОН, две молекулы, плюс Купрум-сО4, получается Купрум-ОН дважды, Стрелочка вниз, нерастворимое основание, плюс натрий-2-SO4. Щелочи с водой образуют кристаллогидраты с различным содержанием молекул воды. Нерастворимое основание. По таблице растворимости смотрим. Купрум-ОН дважды, а можно другое что-то увидеть. Плюс 2-H-хлор, получается Купрум-Хлор-2 плюс H2O. Поэтому нерастворимое основание с солями не взаимодействует. Нерастворимое основание с водой не взаимодействует. Соли с кислотами. Натрий-2-CO3, соль, плюс серная кислота H2SO4. Получается натрий-2-SO4 плюс H2SO3, слабая кислота. Тут же распадается на СО2, стрелочка вверх, плюс H2O. Соли с солями. Натрий-2-CO3 плюс барий-хлор-2, получается барий-CO3, стрелочка вниз по таблице растворимости, плюс 2-натрий-хлор. Соли с водой не взаимодействуют. Вода взаимодействует с кислотами. Вода с водой не взаимодействует. Соли с водой не взаимодействуют. Соли с джедомaret 13. Соли с водой не взаимодействует. Продолжение следует...